Натюрморт 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 Это под старину условной, даже условной, а есть мажорная, есть динамичная Натюрморт – это основа школы изобразительного искусства, но это не копия собранных вместе предметов, это единство внутри себя, состояние, мысль, философия, которые передает художник зрителю посредством изображения этих предметов. Это диалог художника и зрителя Не просто передаешь натурность, натуральность, а видишь образ уже художественного решения, чтобы эта работа не была просто украшением, она еще должна быть художественно грамотной Коробков, Харламов, Куракин – классика. Незачем вырисовывать каждую деталь, точку и лепесток. Мысль основана тюрморта, тональность, композиция. А если этого нет в живописи, как в музыке и в поэзии, не будет ни мелодии, ни картины. Это будет обычная, просто форма срисовывания. Можно научиться дотошно, скрупулезно, натуралистично выписывать, но не получить и не отдать той самой искры, которая принадлежит решению художнику, чем и ценится это искусство. На многих натурмортах самого Владимира Коробкова, мастера пейзажа и акварели два жанра сливаются в один. Первая работа, я еще работал в четвертой школе, и принесли на день учителя много-много цветов, можете представить все это. И когда я поставил эти цветы на окне и увидел за окном красота, которая осветила такой пейзаж, и у меня все это одолело так, что вот говорят, что жилы трещат. И я начал писать, и у меня вот эта работа впервые, она как-то соединилась. И это для меня вот и в союзе художником, уже как молодым художником был, они как-то говорят, это что-то новенькое. Вглядываешься в картину, и уже букет колокольчиков на фоне изгибов проселочной дороги, разворота реки, бегущих облаков воспринимается как разливающийся колокольный звон. Цветы становятся центром, нервом картины заставляют работать и мысль, и воображение. Живые натюрморты. У Ольги Симоновой цветам тесно в рамках. Густые краски, сильные мазки, цвет заполняет все пространство. Натюрморты Ольги Конторевой – театральные, яркие, декоративные. В исполнении Ильи Чаруна натюрморт – прописная академическая живопись, которая шагает из поколения в поколение. Натюрморт – это как внутренний мир художника, это его эмоции зачастую, это передача настроения может быть. Внутренний мир разный у вас? Это можно, наверное, все-таки назвать поиском, да. Потому что художник, он всегда учится, всегда ищет. Однако на открытии выставки речи зашла как раз о том, что молодежь не хочет принимать эстафеты у мэтров, ищет свои пути. Может быть, это и поиск, а кто и знает. Может быть, в ошибках найдется истина. Это явление заблудившихся молодых людей потом может восстановиться на правильный путь. В искусстве мы имели всевозможные течения. Там мы были... Молодежь же всегда экспериментировать. Экспериментировать, да. И, видимо, надо настраивать молодежь на то, что жизнь – красивое явление, ее надо фиксировать, элементы красоты. А отрицательные элементы надо отбрасывать. Художник – профессия, которая, кроме удовольствия, должна еще и кормить. Поэтому постоянно приходится делать выбор между искусством и потребителем, вкус которого, к сожалению, далек от идеального. Приходится искать золотую середину всегда, потому что работы, которые ближе к искусству, они меньше интересны потребителю, как правило. И здесь нужно как бы разграничивать, находить свое личное время на то, чтобы... На искусство и на потребителя. Конечно, вот. Когда самое ужасное, когда у людей нет этой золотой середины, и она перевешивает в сторону... Ну, в сторону рынка, обыденности. Людям хочется картинку. Когда все очень материально, все прописано, все академично. Приходится художнику делать какие-то и коммерческие проекты, вот. Но это, в моем случае, по крайней мере, это для воплощения более высоких целей, конечно. Разговор об искусстве, начавшийся в спорах, подвел к общей мысли, что в конечном итоге все наносное со временем проходит. Главное остается. Этим главным сегодня Геннадий Красников назвал русскую весну в Крыму. События, они равны, кто-то сказал, что равны полету Гагарина в космос. Они равны 9 мая, вот, победе. И, конечно, несколько поколений ожидали такого события, но что вот так произошло чудесным образом. Как говорят, без единого выстрела отдали, без единого выстрела вернули Крым. И ясно, что это не просто так произошло. Я считаю, что через это России было показано, что Господь Россию любит, потому что вот то, что мы выстрадали, то, что мы заслужили, то, что исторически, духовно, культурно, державно, государственнически наше, оно и вернулось. К нам вернулась самая здоровая русская часть нашей жизни. Понимаете, к не очень здоровому телу России вернулась здоровая русская клетка. И, может быть, благодаря этой русской клетке мы сами начнем выздоравливать. Потому что так, как они сохранили достоинство, свою русскость, свой патриотизм, Россия жива. Понимаете, Россия жива, она пишет, она думает. И вот эти вот работы сегодня, которые мы смотрим, ведь замечательные, и натюрморты, и пейзажи, и картины, и все. И сколько талантливых людей, так что ничего. Но и вот это состояние, говорю, нам бы сохранить вот это вдохновение, и тогда мы горы свернем. Вот когда говорят, дайте мне точку опоры, и да, да. Вот нам сегодня точку опоры дали, вот нам надо только ею воспользоваться. Сухая верба расцветет, подтвердил своим музыкальным натюрмортом Владимир Губанов. Неживая природа в натюрмортах, представленных в выставочных залах галереи, смотрится и воспринимается как живая, благодаря мастерству живописцев разных поколений.